Алексей шел пешком с работы, по лютому морозу, и ворчал на жену. Ей, видителю, машина нужна была срочная. А куда ей ехать? Школа рядом, в 15 минутах ходьбы. В секцию сегодня можно было не везти ребенка, в такой холод. Ерунду придумала, искать подработку. Ну кому сейчас педагог-то нужен? Да и как она будет все успевать? Плача, что надоело в одних сапогах третью зиму ходить и трусы бояться себе купить. Уперлась в свое, а ему теперь мерзни и иди почти два километра до остановки. Он уже и сам устал от безденежья. Словно снежный ком посыпались проблемы под самый Новый год. На работе не пойми что. Начальство поменялось, зарплату урезали. А должность, которую он ждал столько лет, занял какой-то прежде тип. Плакала его солидная прибавка к зарплате. А ведь столько трубили, что он незаменимый сотрудник. Каких наше время мало. Вся зарплата Риты уходила на мелкие нужды. Коммуналка, секции сына-мишки, продукты на каждый день. На получку учителя не особо разгуляешься. И зачем только он, дурак, поддался на уговоры жены взять в ипотеку квартиру в строящемся доме под залог старой. Это без всякой поддержки. Ни родители, ни родни богатые. Понадеялся на эту чертову должность руководителя. Был уверен, что она у него в кармане. Вот дурак. Кто ж так делает заранее? Захотел с женой, как барин, в своей спальне собственной спать отдельно. И на большущей, двадцать квадратов, кухне утром кофеек попивать. Жили бы себе и жили в одной однушке без кредита. Осел. Теперь ни квартиры, ни зарплаты. Даже подарки не на что купить. Да что там подарки. Еще пара дней и машину заправить он не сможет. Будут по карманам шарить, искать мелочную маршрутку. Самое интересное, они хотели заехать уже в этом году, к праздникам. А застройщик что-то мудрит. Ключи уже который месяц не отдает. То одна отговорка, то другая. Такие же новоселы, как они. Что только не поговаривают в чатах. И то, что застройщик разорился. А были и слухи, что дом построили незаконно. Мол, признают его непригодным для жилья. Одни сплошные нервы. И в подъезде вонь стоит несусветная. Леш, пока не разделся. Иди разберись с этой ненормальной. Чего еще такое? Да Раиса Дмитриевна совсем с катушек съехала. Пускает в подъезд, черт знает кого. Такая вонь стоит. Я вчера замучилась выталкивать этого бомжа. А сегодня она ему опять открыла. Добрая душа, блин. Пусть к себе его тащит. Только этого мне еще не хватало. Ладно, сейчас выкину его. Ты ему пинок, что ли, дай под зад, чтоб не повадно было. И зайди к этой старухе, пригрози. Мишка вчера домой зайти боялся. Мерз около двери. Главное, этот вонючий в тепле сидит, а мой ребенок закоченел. Вот сволочь. Но я сейчас этой бабке устрою. Алексей напялил резиновые тапки и направился в квартиру этажом ниже. Требовательно нажал на звонок до потопных времен. Подивился, какой потертый дерматин на двери. Открыла Раиса Дмитриевна не сразу. Было слышно, как она не спеша шаркает по полу. Скорее всего, придерживаясь рукой за стену. Леша помнит эту женщину. Продавщица из 30-го магазина. Всегда была такая юркая, шустрая, приветливая. Казалось, еще совсем недавно она бегала с полными сумками наперевес. А сейчас от былой ловкости не осталось и следа. Детей нет. Кто, интересно, ей продукты таскает? Стоит перед ним, маленькая такая, с белым облачком волос на голове, сухонькая. Желание ругаться с ней совершенно пропало. Раиса Дмитриевна, зачем вы бомжа пускаете в подъезд? Он тут гадит, мусор оставляет, воняет в конце концов. Женщина жалстливо посмотрела на молодого мужчину, глазами полными слез. Замерзнет же человек. На улице минус 20. Жалко вам, что ли? Ну, пусть хоть морозы переждет. Человек все же, живой. Это не дело. Сейчас к нам полный подъезд набьется желающих. Не пускайте его больше, хорошо? Я полицию вызову. Алексей с супругой наблюдали из окна, как приехал патрульный уазик. Грубо вытолкали мужика неопределенного возраста, в ветхом тряпье, и скорее уехали, дальше колесить по закоулкам. Бомж немного потоптался, перебирая ногами, медленно пошел в сторону заветной двери, опять набирать знакомый номер квартиры. По пути поисказнулся, упал, обнажив голую спину, и даже не отряхнувшись, обреченно продолжил свой путь. Утром Алексей спустился в лифте на первый этаж и сразу же понял, по запаху, что гость опять греется у батареи, около входной двери. Пригрозив полиции и то, что он сейчас возьмет палку, мужчина выпроводил бездомного в морозное утро и тут же сматерился на свою супругу Риту. «Вот овца, а! Мало того, поленился вчера в гараж машину поставить, так еще и забыл освещение выключить. Ну, ё-моё!» Пробравшись сквозь сугробы к двери автомобиля, он чуть ли не со слезами безуспешно попытался завести мотор. «Безуспешно!» Пока он сидел и думал пару минут, как быть дальше, увидел знакомого бомжа, что пытался ему расчистить снег какой-то старой сломанной лопатой. Алексею стало неловко перед ним, он попытался отогнать его. «Не нужно, не стоит, уходите! Все равно не заведется!» Алексей махнул озябшую рукой и уже скорее себе, чем бомжу, подосадовал. «И ведь не прикурить, зараза! Говорю же ей русским языком! Задом паркуй!» «Нет, носом прямо в дом уперла! Сейчас я так себе бешеные деньги в такой мороз затребую!» Говорил сам с собой и даже вздрогнул, растерялся, когда почти над духом услышал грубоватый голос. «Сними аккумулятор! Иди, погрей его дома, подзаряди! Много времени не потребуется! А я пока тут тебе снег почищу! Погреюсь как раз! Выпей чаю, не ругайся с женой только! Успей все, жизнь длинная!» Это говорил бомж, что голыми руками держал деревянную лопату и отправлял его домой. «Мне что, машину открытую, что ли, оставить?» «Иди, иди, не переживай! Я же тут буду!» Алексей в тонкой куртке и спортмастер уже успел замерзнуть и, как под гипнозом, последовал совету бездомного. Немного постоял в прихожей, погрел руки и, высказав жене недовольство, хлопнул себя по лбу. «Там же в бардачке портмоне мое осталось!» Даже не стал ждать лифта. Бегом по лестнице он выбежал на улицу и удивился, что его авто уже было почти свободно от снежного плена, а мужик теперь чистил дорогу, чтобы машина свободно выехала. Ощущая себя жутко неловко, Алексей попытался выразить свою благодарность, испытал даже жалость бездомному. «Ну, спасибо вам, конечно! Как могу вас отблагодарить? Ну, вот у меня есть тут рублей двести наличкой, возьмите!» «Ого! Дай бог здоровья тебе, молодой человек! Еще хорошо бы минут пять хотя бы руки погреть у батареи!» «Ну, заходи! Ну, только ведь не я, так другой кто-то выдворит тебя!» «Как так-то от тебя угораздило? А потом куда?» «И на том, спасибо! А потом видно будет! Ну, а колею где-нибудь никто плакать не станет!» Пока зашли в подъезд, немного разговорились. «Слышь, мужик, ты как без дома оказался? Давно уже бомжуешь?» «С прошлой весны я на вольных хлебах. Осенью в подвале ночевал. Выгнали вот на днях». Анатолий не родился на улице. Еще совсем недавно была у него жена, своя квартирка на окраине города. Вполне себе нормальная жизнь, работа. Хотели расшириться с супругой, купить жилье побольше. Стал трудиться усерднее. Не досыпал, не доедал, брал в шабашки сверхурочные. Но только здоровье подвело. Ни с того ни с сего начал зрение терять. А потом еще и сердечко дало сбой. Даже с основной работой пришлось уйти. Я ж с расстройства еще и выпивать начал. Никому хилые сотрудники не нужны, оказывается. Вот и дал слабину. С катушек съехал. Жена с матерью своей подсуетились. Меня споили, да провернули аферу. Без квартиры оставили. Вот и оказался я на улице. Не хватило силенок душевных побороться, да всплыть. Ко дну пошел. Это ж проще всего. Родни у Яния, друзей, как оказалось, тоже. Никому чужие проблемы не нужны. Весь день Алексей думал о несчастном мужике. Вроде бы и хотел помочь, да не знает как. Денег особо нет у самого. В квартиру к себе не притащишь. Дал ему еще 500 рублей. Да только какой прок от них. Один-два раза перекусит, да так и замерзнет человек. А ведь целая зима еще впереди. Коллеги только поддержали Лешку. Кивали головой. Братан, а всех не пожалеешь. Знаешь, сколько таких бедолаг. Так и сам по миру пойдешь, коли всем на помощь кидаться станешь. Я вон тоже, весь в кредитах. И за машину плати, налог плати. Ипотека, будь она неладна. Ты лучше мне помоги. Товарищ захохотал, но Алексею легче от этого не стало. Так и представил, как стоит Анатолий на морозе. Уже из последних сил. Замерзает и смотрит на людей, что радостно покупают елочки, сладости, мандарины по акции. А ему даже горячего чая никто не предложит. Брезгует. С отвращением проходит мимо. Ну чего это я? Ну не имею же возможности оказать помощь. Был бы богатый или хотят без кредита. Сколько вон олигархов. Пусть они и помогают. Вроде бы немножечко успокоился. Но все равно не покидало его чувство, что в этой погоне, суете, не осталось в нем человека. Сидел за своим компьютерным столом и не мог настроиться на работу. Глядел в окно. Как назло, попался ему на глаза тощий бездомный пес, что прислонился к холодной стене напротив здания. Собака была грязная. Вся дрожала. С надеждой смотрела на проходящих людей. Всем своим видом показывая, как она нуждается в их поддержке, заботе. Люди умелялись, проходили мимо. Кто-то на миг останавливался. Сочувствием накачали головой. И шли дальше, ускоряя шаг. Будто желая скорее уйти и забыть про несчастную, замерзшую в край собачку. Были и те, кто останавливался. Шел в ближайший магазин. Покупал пакетик желе. Угощал беднягу. Но собака, видимо, настолько обесселила, что просто нюхала корм, но не ела его. В какой-то миг ему показалось, что пес плачет. На глазах его так явно проступили слезы. Алексею стало совсем тошно. Мимо проезжали дорогие машины, люди в шикарных шубах и ботинках из натуральной кожи и меха. И никому не было дела до маленькой собачьей души. Никто не хотел лишних проблем. Неохота было пачкать новые машины, свои вещи. Алексей решил что-то делать. Встал, накинул с себя куртку. И тут один дед, только что сошедший с автобуса, в пальто времен СССР, в старых валенках, остановился возле пса. Погладив его по грязной замерзшей шерстке, оглянувшись по сторонам, поднял собаку на руки и встал на остановке. Пес, уже не верив в свою удачу, совершенно не сопротивляясь, положил голову на плечи дедушки. В автобус дедушку не пускали, в маршрутку тоже. У него уже замерзли руки, но собаку он не выпускал, смотрел по сторонам и думал, как же быть дальше. Алексей даже сам не понял, будто бы и не он вовсе. Подошел к окну, открыл его и прокричал. «Мужчина, стойте там! Я сейчас вас на машине отвезу!» Своим удивленным коллегам он сообщил, что едет по делам, а сам, как можно скорее, стал заводить авто. Дедушка все так же стоял на остановке, чуть в стороне и ждал Алексея. Завидев его, прижал получше пса к себе, радостно пошел к нам встречу. «Сынок, я тебе денег дам, сколько возьмешь?» «Довези, ради бога, до поселка, тут недалеко, за городом, километров восемь!» «Не нужно денег, дядь, в наше время хоть что-то надо делать от души!» «Дай бог тебе здоровья, сынок, человек с большой буквы, пока есть такие, как ты, не ждать нам конца света!» «А вы решили пса себе взять!» «Вот ему повезло!» «Может, это мне повезло, кто знает!» «Просим, просим у бога себе помощи, а сами ничего взамен не даем, жалуемся на жизнь несправедливую!» «Мне вот бог сегодня такую возможность дал добро сделать!» «Тем более внук давно просит!» Пес, словно почуяв, что его жизнь налаживается, стал крутиться, визнул спасителю руку. «Смотри-ка!» «Оживать начал хулиган!» «Ух, какой лопоухий!» «Вот у меня сегодня внук обрадуется!» «Правда, бабка ругать будет, что капусту не купил на базе Аттовой, там же дешевле!» «Скажет, зря только на проезд потратил!» «С нашей пенсией не особо разгуляешься, да, Бобик?» «Ну ничего, скажу, вот кого купил!» «Подарим тебе бабки, а?» На обратном пути Алексей все еще крутил в голове возможное решение для Анатолия. «Но так, ничего не придумав, ничего, вздохнул!» Мороз скрипчал. «Но я же помог сегодня деду!» «Сделал доброе дело!» «Ну как могу!» «Ладно, просто сейчас съезжу, проверю, что он там делает!» «Может, уже и нет его!» «Ушел куда-нибудь!» Анатолий, нахохлившись, как воробей, сидел на скамейке детской площадки. Со стороны казалось, что он спит, но, подойдя поближе, Алексей увидел глаза мужчины, совершенно пустые, стеклянные, но еще теплилась в них жизнь. Потолков его за плечо, растормошил. «Садитесь ко мне в машину скорее!» «Я грязный!» «Ничего, отмоем!» Минут пять Анатолий приходил в себя, грел руки о печку, без эмоций смотрел на красные опухшие пальцы. «Анатолий, сразу скажу, я ведь не знаю, что делать!» Они сидели молча, не смотрели друг на друга, отчаявшиеся, потерявшие надежду. «Слушай, у меня есть дача одна, мы там не сажаем ничего, редко ездим, продать не получается, местность хоть и красивая, но обрывистая, а за копейки отдавать жалко. Там печь есть, простая самая, я даже дрова запас в свое время для бани, тебе на первое время хватит. Но проберемся ли туда? Где твоя лопата? В глазах Анатолия загорелся слабый огонек надежды. Он со страхом взглянул на Алексея, с горечью ударил себя по коленям кулаками. «Вот черт! Я лопату у дворника же спрашивал, а где он сейчас? Понятия не имею. Как же так, а?» Анатолий вдруг заплакал от досады, что не позаботился заранее. Будто сейчас только от этой старой лопаты зависела вся его жизнь. Дачный домик находился не слишком далеко от главной дороги. Мужчины прошли до него, по колену утонув в снегу, но все же пробрались к цели. Протопив как следует печь и оставив нехитрые продукты, хлеб, пролтон, пятилитровку с водой, Алексей уехал домой. В его душе теперь было все так хорошо, радостно, и все невзгоды казались такими мизерными, ничтожными. Телефон его разрядился. Алексей поморщился. Видимо, Рита названивала ему сотни раз в поисках муженька. Будет сейчас ворчать, как обычно, обидится. Зайдя в квартиру, он застыл на месте. Жена, видимо, не дождавшись его, разозлилась. И теперь, не замечая мужа, скидывает все вещи с полок шкафа. Неужели собралась его выгнать из дому? Задержался-то всего на три часа. Тут Рита обратила на мужа внимание, и что из силы кинулась ему навстречу. Алексей даже испугался, что она снесет его. Женщина кинулась к нему на шею и повисла на мужа, сильно прижимаясь к нему. Лешка, ты не представляешь. Меня взяли переводчицы в одну компанию, а там зарплата в три раза больше, прикинь? Не зря я вчера на собеседование ездила. Поздравляю, даже не верится. Слушай, ты теперь больше меня будешь получать. Ты поэтому меня веселяешь. Зачем вещи покидала? Вот я дурочка. Жена кинулась на кухню и выбежала оттуда с ключами. Стала бренчать имя перед носом Лешки. Ключи нам выдали сегодня. Веришь? Нет? Я еще не верю. Просто чудеса какие-то. Сказали до конца года, надо старую квартиру сдать. Мишка вон уже все свои учебники сложил. Утром Лешка включил телефон и увидел кучу пропущенных от начальства. Конечно, вчера самовольно ушел, типа на обед, и не вернулся. Как пить дать? Уволят. Вся надежда теперь на жену, пока он будет искать новую работу. Начальнику пришло уведомление о том, что абонент в сети, и он тут же перезвонил. Алексей, нехотя, с готовностью оправдаться, взял трубку. Алексей, вчера твои коллеги сказали, что ты на работу новую уехал смотреть. Сдали тебя. Сказали, аж пятки сверкали, как бежал. Тебе что, наши конкуренты вакансию предложили? Признавайся. Сколько обещали? Молчи, не ври мне. Я вчера видел машину их представителя возле нашей конторы. Давай так. Новый регионал просил со следующего месяца перевод в другой город. Ему там удобнее. А ты тогда на его место. Согласен? Зарплаты не обижу. Уж не хуже, чем тебе предложили. Давай, приезжай, переговорим. Анатолий, кстати, обустроился на даче. Свой там встал, в доску. Даже баньку приноровился топить. Соорудил себе лопату, добротную. Чистил снег, воришек отгонял. Кормил кошаков и собак бездомных. Дачники, как прознают про жильца зимнего, давай ему продукты таскать. И дрова подогнали на всю зиму. Анатолий Борисович, сам бог тебя послал. Замучили воровать уже. То сайдинг сдерут, то железо с забора снимут. Ты давай тут, если что нужно будет, звони. А весной вовсе дело не в проворот. Кому ворота поправить, кому забор подлатать. А симпатичным пенсионеркам даже огород копал, помогал дачный сезон открыть. Дорогие слушатели, этот рассказ я написала совсем недавно и уже публиковала тут его в виде записи. Решила еще и прочитать. Надеюсь, вам понравилась такая новогодняя история. Друзья, как вы знаете, в ютубе монетизации нет, но вы по желанию можете поддержать канал материально. Сейчас у меня есть задумка купить хороший микрофон, для того, чтобы чтение получалось более качественным. В комментарии оставлю всю информацию. Также, мои слушатели-читатели, смело пишите в комментариях, что вам понравилось, а что нет. Благодаря вашим замечаниям я обращаю внимание на свои ошибки и стараюсь их исправлять. Всем желаю приятного времени суток. Берегите себя и своих близких.